Добрый день! Сегодня в Казанском университете начинается большая международная конференция, форум «Языки мира в транснациональном измерении и пространстве». Это очень большая встреча, где будут обсуждать вопросы перевода, переводоведения, влияния языка и культуры на современный мир. И поэтому гостями нашей конференции в Институте международных отношений истории и востоковедения в Высшей школе иностранных языков перевода и переводоведения стали совершенно замечательные люди, которые связаны с культурой, с русской культурой, с проблемами перевода, с языками и, прежде всего, в том числе с кино. Первой гостьей нашего сегодняшнего форума является Галина Михайловна Евтушенко, которая уже приезжала к нам на Толстовский фестиваль, и фильмы Галины Михайловны идут по всему миру. И эти фильмы мы переводили в Институте международных отношений, востоковедения и истории на китайский язык, на персидский язык, на немецкий язык. И планируется переводить эти фильмы на корейский язык, на японский язык. И студенты восприняли эти фильмы с восторгом. Поэтому Галина Михайловна стала гостьей нашего университета второй раз. И я очень надеюсь, что когда-нибудь мы вместе с Галиной Михайловной сделаем фильм о Толстом в Казанском университете, а может быть, даже специально о Толстом и востоковедении. Галина Михайловна, расскажите, пожалуйста, о вашей работе над фильмами о Толстом и о том, как ваши фильмы переводятся в разных странах на иностранные языки. Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я очень рада, что я вновь в Казани. Казань – прекрасный город. Мы гордимся этим городом. И очень много интересного связано в нашей культуре именно с Казани. Мне приятно, что я могу чувствовать себя здесь почти как дома, потому что действительно уже сложился твёрдый и плодотворный контакт и со студентами, и с преподавателями этого университета. И я рада, что вместе со мной в студии присутствуют совершенно замечательные наши другие гости. Поэтому прежде чем ответить на ваш вопрос, мне бы хотелось ещё немножечко рассказать о том, кто сидит вместе с нами в студии. И я надеюсь, что вы мне тоже в этом поможете. Но прежде всего мне хотелось бы представить казанской публике мою старую подругу, моего друга старинного, замечательного поэта, переводчика, эссеиста Анализу Алеву. Она прекрасно говорит по-русски и переводит итальянскую литературу на русский. И вы услышите сегодня даже её произведение в эфире. И рядом со мной сидит человек, с которым я юная леди, с которой я работала в Италии. Это выпускница Болонского университета, магистратуры Болонского университета, замечательный мастер видеоарта, дизайна, Чичилия Бруньоли. Что сказать? Вот в Италии, как раз моё последнее пребывание в Италии было связано с тем, что мы работали над фильмом «Пушкинская Италия» и вместе с Чичилией снимали много. И мы расскажем, может быть, об этой работе, но прежде, может быть, вы передадите слово Анне Лизе и немножко послушаем её. Анне Лизе, расскажите, пожалуйста, о том, как вы относитесь к русской культуре, какое место русская культура занимает в вашей жизни, и много ли вы переводили, кого вы переводили, кого вам нравится переводить больше всего, как воспринимают в Италии русских поэтов и русских писателей? Здравствуйте, меня зовут Анне Лиза Лева. Я уже второй раз в Казани нахожусь, и мне этот город очень нравится. Я очень рада быть здесь и очень рада быть в университете, потому что здесь у вас замечательный старый университет. Здесь учились знаменитые люди, писатели, поэты, и очень люди гордятся таким университетом. Можно я чуть-чуть объясню? Мы вчера были в Музее истории Казанского университета и водили редкие книги и рукописи. И коллекции, и музеи, и библиотеки произвели на наших гостей совершенно неизгладимое впечатление. Да, это так. Ну, говоря о своем отношении к русской культуре, я вам расскажу, что уже целую жизнь этим занимаюсь. То есть занимаюсь языком русским, занимаюсь русской литературой и вообще русской культурой. Я стала изучать русский язык, когда мне было 7 лет. А потом я закончила в университете на факультете языков. Это я изучала русский язык и литературу. А потом на стажировке была после окончания университета в Ленинграде, в тогдашнем Ленинграде. Анна Лиза, а почему вы выбрали именно русский язык и литературу? Я выбрала... Есть испанский, французский, милецкий? Да, есть много. Я не выбрала, потому что, когда тебе 7 лет, на самом деле не сам выбираешь. Это мой отец выбрал для меня, потому что пациентка, он был врачом, пациентка польская попросила у него давать уроки русского языка, потому что она была очень бедной. И папа согласился и выбрал меня среди детей. Так что я таким образом стала писать и говорить чуть-чуть по-русски. На самом деле одновременно с итальянским языком. Так что русский язык для меня это часть, это часть моя совсем. Кириллица, словари, это моя жизнь. Я поэт, пишу только по-итальянски, но на русском и на итальянском вышла книга в прошлом году. Вот эта книга я вам покажу. Называется «А мемория наизусть» и была опубликована в Санкт-Петербурге издательство Пушкинского фонда. Анна Лиза, а можно вас попросить прочитать стихотворение, которое мне в этой книжке понравилось больше всего? Оно связано с Толстым, наверное, поэтому оно привлекло меня. Спасибо. Я, Софья Андреевна, суетилась весь день по дому, переписывала рукопись мужа. Когда исчерпала себя, то стало не хватать в его романах кружев, штор, грудного молока, пелен и помощи больным. Я убегала купаться на средний пруд, спускалась вниз по лестнице купальни сред пожильтевших листьев и голубых стрекоз. Он, лишившись вдруг моей поддержки, писал эссе, доверив их большому ремингтону. А по-итальянски? А по-итальянски еще, конечно. Я, Софья Андреевна, correvo tutto il giorno в гиро по-итальянски и копировави маноскристи и романзи. Пой, а у некоторых момент, не фу изнаурит. Веннеро менее клее дескризиони ди пиззи, тенде, тессути, калате латте, фасше, асистензе агнаммалати. Фугиво а фаре в бакне в стагну ди мезо. Ми калаво гю по-итальянски на скалетта в палафитта. Sullо сфондо delle libellule азурре и delle foglie gialle. Луи, privо della линфа dei miei ritocchi di donна, первене al saggio sulla sua grande Remington. Белиссимо. Спасибо. Галина Михайловна, может быть, вы расскажете вместе с Чичили о том, как вы работали над фильмом, и, конечно, нам интересно как воспринимали ваш фильм в Италии, и то, что ваш фильм был переведен на итальянский язык, потому что у нас все-таки институт, который занимается преподаванием иностранных языков, и поэтому как организован перевод фильмов на иностранные языки в Италии, для нас сам процесс, практика, это очень интересно. Мы бы, может быть, потом воспользовались вашим опытом и привлекли вас тоже к жизни нашего института. Но я с удовольствием расскажу об этом. Дело все в том, что у меня есть четыре фильма, посвященных творчеству и жизнедеятельности Льва Николаевича Толстого. И в которых, кстати, есть и Казани, и изображения Казани, и события, связанные с Казани. Да, это так. И я счастлива, как режиссер, что они живут, что они востребованы, и один из них, фильм «Полустанок», с вашей легкой руки, тоже переведен на, вот, как вы уже сказали, в Казанском университете на несколько языков, а вообще, в принципе, фильм переведен на 11 языков. Но наш перевод на китайский язык вы показывали в Китае. Да, я недавно была в Китае, именно на конференции по переводу. И это важно, что мы сейчас находимся на конференции по переводу. И перевод наших студентов, который был, конечно же, с восторгом принят, студентов Казанского университета в Китае, он был немножечко поправлен, мы работали с этим. У нас студенты учатся, они стараются. Ну, во всяком случае, это творческий процесс, и я надеюсь, что он будет продолжаться и дальше. Этот фильм называется «Полустанок», о котором я говорю, он посвящен последнему году жизни Толстого, ясных болений, его уходу. То есть там, практически, там два вопроса. Отчего он бежал и куда направлялся? И вот этот фильм как раз и переведен на многие языки. Но потом мы сделали еще несколько фильмов нашим творческим коллективом. Это был фильм «Лев Толстой и Илья Гинзбург», скульптор, который вылепил больше, чем 20 портретов при жизни Толстого. Это очень важно. И там, конечно, вся русская культура. Фильм был озвучен Райкиным, Константином Аркадьевичем, и был номинирован на одну из основных кинопремий России «Золотой Орел». И второй фильм, который мы сделали, он назывался «Лев Толстой и Дзига Вертов». Казалось бы, где Вертыш, а где Толстой, но тем не менее, фильм был сделан и получил даже две номинации «Ники» и «Золотого Орла». И последняя картина, связанная с Толстым пока, которую сделала наша киностудия «Роза», это картина «Лев Толстой» и «Махатма Ганди». И мне приятно сказать, что именно этот фильм был здесь, в Казани, на фестивале мусульманского кино, что мы показывали его на конференции и показывали потом уже в Индии, во многих странах. Вот сейчас в Италии показывали по просьбе индийского посольства в Италии. И Чичили, который здесь присутствует, она была на этом показе. И Анализа была на этом показе. Но 5 минут от будущего, следующего, пятого фильма, у нас с вами уже есть. Это съемки в Ясной Поляне, когда мы приезжали туда вместе со студентами зимой. Так что я очень надеюсь, что пятый фильм и Толстом у нас тоже будет. Но не надо говорить о планах, пока мы только готовимся. А это плохая примета. Ладно. Я же отвечу на ваш вопрос и представлю вам все-таки поярче, может быть, Чичили Бруньоли, которая умеет и снимать, и выступала как кинооператор в Италии. И мы с ней проехали несколько городов и Верону, и Рим, и даже, где мы еще снимали, ну, в других городах Италии. И она как раз и стала одним из операторов фильма «Пушкинская Италия», о котором вы попросили рассказать в переводе на русский язык. Но прежде, чем мы расскажем, я хотела бы, чтобы Чичили ответила просто на вопрос о том, где она родилась, и где она училась. Задайте ей этот вопрос, ей будет приятно услышать его от вас. вы бы вы рады рассказать нам о вашей биографии? Не могли бы вы рассказать о том, где вы родились, расскажите немножко вашу биографию? Что это в вашей городе? Привет всем! Я Чичили Бруньоли, и я родилась в Романе. Но для учебы я переехала в Болонию. Я Чичили Бруньоли, я родилась в Риме и училась там. Два месяца назад я закончила учиться в Университете Болонии. И я закончила кинопроизводство, телепроизводство и видеопроизводство. то есть это такой мультимедийный факультет. И сейчас я работаю как продюсер документального кино. но также и как видеограф. И поэтому я встретила Галину. Согласилась, с большим удовольствием. с ней работать. Дело все в том, что у нас есть общие друзья Марко Менца и Лиза Мерегетти. И я им очень благодарна за то, что они нас познакомили. Они соединили нас, и это стало началом нашего сотрудничества. Для меня это было огромное удовольствие, потому что я была и у меня была огромная пащанка для русского кино. И для меня это была огромная возможность работать с Галиной. Для меня это было очень интересно, потому что я заинтересована русским кино, я его люблю, и для меня было приятно работать с Галиной. Спасибо большое. И какие фильмы русские вирусы вы любите больше? Я люблю пащанку для начинка кино и для Вертова. И это интересно, потому что Галина сделала фильм. Какие фильмы вам в русском кино больше всего нравятся? Я предпочитаю фильмы начала века, потому что я смотрела фильм Галины Толстой и Вертов, и это тоже на меня произвело впечатление. Что важно в переводе фильма на один из языков, если фильм приходится переводить? Для нас было важно донести итальянскую составляющую творчества Пушкина, а ее очень много, именно до итальянского зрителя. И, конечно, особенности итальянской культуры в русской интерпретации, в интерпретации гения. Поэтому очень важно было, вот сейчас еще мы спросим у Анны Лизы, как у переводчика, чтобы смысл того, о чем говорит поэт в своих произведениях, был понятен зрителю, чтобы зритель почувствовал атмосферу. Даже если это не совсем точное слово, но оно выражает именно экспрессию, пушкинское какое-то, пушкинское выражение, то, может быть, это становится основным в переводе фильма. Как ты считаешь, Анна Лиза? Да, и вот я, кстати, по этому поводу тоже хотела уточнить. Однажды моя коллега-переводчик с русского языка на польский говорила о том, что очень трудно переводить, потому что польский язык большим числом шипящих, например, более жесткий язык, и поэтому поэзию с русского языка, когда переводишь на польский, то в ней очень много теряется, теряется мелодика. А вот как с переводом русского языка, произведение с русского языка на итальянский? Трудный, приятный вопрос. В данный момент я перевожу стихи Пушкина. Именно в данный момент. Это не момент, а это годы. На самом деле я стала заниматься Пушкиным примерно 30 лет назад. Я перевела 100 стихотворений его. Говорят, он не переводим на другие языки. Правда? Ну, по-моему, все переводимо, но надо считаться с тем, что что-то теряешь. Что-то теряешь, но можно, можно, все можно. Но я верю в теории компенсации. То есть, что иногда теряешь, но где-то ты можешь это компенсировать в другом месте. Так что, можно перевести Пушкина. И как будто, поскольку Пушкин очень захотел Виталию приехать, как Галина это подчеркивает в ее фильме, очень интересно это, на самом деле Пушкину это не удалось. Поэтому, как будто, он просит это тебя. Это просит, чтобы ты перевел его стихи. Так что, я знаю, что он доволен. На всякий случай он доволен. А что касается мелодики языка, это у нас нету такой проблемы, как у у поляков. Потому что у нас немного щипящих, но наоборот, это музыка, это вообще другой метр, но получается. Получается. Трудно, но получается. Я стараюсь даже его перевести в рифмах. рифмы не такие, 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 как сказать, канонические иногда, но это мой личный творческий вариант. То есть, я создаю по-современному рифмы, пересоздаю рифмы Пушкина на современный итальянский язык, на современную, как сказать, рифтимизацию. Стараюсь, по крайней мере. По крайней мере, да. Ну, для того, чтобы фильм наш был понятен, мне приятно, что Лиза его уже посмотрела, давайте спросим все-таки Чичилию, что она вынесла из итальянского перевода. Я постараюсь ответить на ваш вопрос, Лея Фимовна, по поводу того, как мы переводили. Да, нам еще очень интересно, как организован был процесс перевода фильмов, потому что мы тоже думаем о том, как предоставить нашим студентам возможность практиковаться в переводе, еще когда они студенты, то есть дать им возможность как-то реализоваться в практической своей работе. И этот опыт был бы очень интересен. Опыт итальянских университетов может быть перенесенный на нашу почву нашего института и нашего отделения. Ну, надо сказать, что я филолог по первому образованию, поэтому я умею работать со студентами в области языка. И когда я была приглашена уже в третий раз в университет Италии, а я сама работаю в РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет, и у нас много контактов с Казанским университетом, я была приглашена вот последний раз в этом марте-апреле как приглашенный профессор в Лас-Апиенце университет в Риме. И попробовали мы со студентами и с профессором Скандурой, который возглавляет... Которая, кстати, была у нас на Толстовском фестивале в Казахе. Мы попробовали сделать такой опыт. Хотя в моей практике он уже не первый. Многие... Я работаю со студентами, многие уже участвовали в переводе моих фильмов на разные языки. И вот весь курс это 60 человек участвовали в этом переводе. Неплохо. 60 человек. 60 человек. И они участвуют... А так много студентов... Одну секундочку. Так много студентов изучают русский язык в университете Лас-Апиенце? Русский язык сейчас находится на гребне интереса. И каждый курс и в университете Удины, в университете Сиены, у вас, кстати, были на вашей конференции сотрудники из этих университетов, каждый первый курс включает более чем 120 студентов. Но я знаю, автор Вергата тоже 120 человек на первом курсе изучает русский язык и литературу. Ну, в общем, интерес, как это не покажется, может быть, кому-то странным, но интерес к русской литературе, к русскому языку огромен. Это я просто знаю по своему пребыванию в Италии. Вот, скажем, Чичили тоже очень интересуется всем русским. Мне это очень приятно. Мы ее еще только будем учить русского языка. она еще пока не говорит по-русски, но я надеюсь, что будет говорить. Вот, поэтому, когда мы это сделали, а каждому досталось по небольшому кусочку для перевода, потом мы собрали все это, проверили, и потом уже сделали титры. И, кстати говоря, это одно из будущих направлений, по которым может развиваться творчество студентов здесь, в Казани. Но мы об этом еще поговорим, потому что сразу после Италии я была приглашена на большой семинар по переводу, большой форум, мировой форум по переводу в Китай. И тоже это было очень интересно. Там было много всякого полезного опыта, которым я надеюсь поделиться с вами и с вами, Ли Ефимовна. Вот. И, конечно же, сделать так, чтобы фильмы, сделанные в одной культуре, были понятны людям другой культуры. Вот Чичили уже смотрела готовый фильм и мне очень приятно, что ей было интересно, что она посмотрела в этом готовом фильме и, может быть, она сейчас сама расскажет, что она из него вынесла. Would you... Задайте этот вопрос. Would you like to tell us about your experience about that film Пушкин in Italy? What impressed you greatly in the film? What was interesting for you from the other culture, from the Russian culture, in the film which connected with Italy? Okay. For me, we had two different feelings. One, it's during the making of of the documentary and another was yesterday when we saw together the last result of the movie. But how do you feel? I don't know if you have to translate to Russia? Для меня было очень интересно два, две вещи. Вчера мы посмотрели вместе с Галиной фильм, и до этого я как... Окончательный вариант фильма. Окончательный, ну, как бы, да. И до этого я... Мне было интересно как документальному... как оператору снимать, потому что мы работали вместе. And the most interesting thing for me was how Galina can tell with the images the Italian feeling. Ну, вот для меня как раз и было очень интересно как Галина работает с тем, что представляет итальянскую культуру, как она создает эти образы. When we spoke one of the first time, she told me that she wants to show the colors and the sensation that you have in Italy. Когда мы говорили вначале, она мне сказала, то есть я сказала Чичили, что меня больше всего интересует цвет и интересует передать, как передать итальянские чувства через кино. And that's why when we were shooting, she gave me another way to see my country. And this was really interesting because she gave me the opportunity to make focus on something that I never watched in this way. И когда мы начали снимать, то Галина мне объяснила, как надо подойти к съемке, и я увидела свою страну немножко по-другому. И для меня это было настоящим открытием, потому что я посмотрела на Италию другими глазами. Если я так объяснила, Чичили, I'm lucky. I'm lucky if I explain so like I посмотрела на Пушки над другими глазами после этого фильма, например. Okay, thank you. And continue. And after it was interesting that when we watched the final editing version, almost final editing version, the interesting thing is that I see in another way, so in a third way my city Rome but also some pieces of Verona and Turin so it's a new way to see like not a tourist Italy but to see it with the wish to discover the city and all the details of of Italy. И потом, когда уже я смотрела финальный вариант, я увидела, что Галина показала Италию не с точки зрения туриста а с точки зрения пушкинского восприятия Турина, Вероны то есть тех мест где мы снимали и для меня это было самое интересное. And the last thing is that now I didn't know so much of Pushkin but now for me it's like I have his view of Italy how he can image this country and so for me it's a great pleasure for a big lesson like this to directing but also to have a new sensitive to see the things around me и еще один момент до этого я не очень много знала о Пушкине но теперь я увидела Италию его глазами и для меня это было пожалуй одним из самых важных и интересных спасибо спасибо большое всем нашим гостям и участникам сегодняшней встречи мы говорили сегодня о русской культуре но вы гости института международных отношений и высшей школы перевода перевода ведения иностранных языков но мне кажется что в нашем мире очень сложном в котором так много конфликтов так много проблем именно культура лучше выполняет свою миссию лучше чем дипломаты чаще всего и поэтому мне бы очень хотелось чтобы вы еще приезжали к нам в университет чтобы у нас в университете развивались отношения с Италией прежде всего которые я так люблю и у нас уже есть студенты которые изучают итальянский язык и я думаю что их станет больше тем более после сегодняшнего вашего выступления на пленарном заседании на которое собственно мы с вами теперь спешим можно еще добавить я хотела бы сказать что именно здесь в Казани наш сегодняшний гость Анна Лиза поэта переводчика эсэист получала премию Белы Ахмадулиной и что она была вошла в шорт-лист самой престижной литературной премии это не хохры-мухры это очень большая престижная награда поэтому мне хотелось бы чтобы казанские зрители студенты слушатели нашего университета казанского и вашего и может быть даже и нашего РГГ узнали об этом потому что вот она сидит да спасибо Галя я получила премию не в шорт-лист я получила премию сначала вошла в шорт-лист а потом получила очень престижную премию и вручение этой премии было у нас казанской ратуши три года назад нет? нет а в Казани что было? в Казани была премия а когда я получила премию это было не в Казани а в Калуге на следующий год понятно за самое лучшее эссе в том году два года назад эссе это было о Бродском и эссе вышло в журнале звезда в престижном петербургском старом журнале звезда но это была премия Ахмадулиной премия Белли Ахмадулиной за эссе о Бродском видите как тесно между собой связаны поэты я думаю что мы можем во-первых пожелать и Чичили легкого и интересного пути в кинематографе это было бы справедливо и новых посещений России Чичили Россия на 100-й революции и еще столько тем для фильмов связанных я все о том же с Казанским университетом и мы конечно очень хотим продолжение сотрудничества со всеми вами и можно я вам скажу не в качестве рекламы но напоследок я бы все-таки хотела произнести несколько слов для студентов дело все в том что вот у меня в руках проспект о такой программе китайского пекинского университета для студентов это программа магистерская и что очень важно они ждут Китай огромная страна и хочет чтобы русские студенты там учились и что важно что 30 около 30 процентов студентов подающих аппликейшн получают стипендию поэтому смелее подавайте и учитесь в Китае переводите наши фильмы о русской культуре на китайский язык и наоборот но в Италии тоже очень ждут студентов из Казани из Москвы поэтому я говорю всегда своим студентам о том что не стесняйтесь подавать смелее и то же самое мне хотелось бы сказать студентам из Казани дерзайте вы талантливы у вас все получится до свидания Казанский университет часть большого мира спасибо всего хорошего до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok